здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы води сад то есть что сегодня влог снимаю всего помаленьку опять дела огородные одним словом вот еще недавно сажали картошку и окучивали на первый раз а сейчас будем приступать к кучке картофеля на второй раз трава растет быстрее чем все остальное борьба с травой вообще никогда не заканчивается рядом растет капуста что самое интересное она у меня закрыта спанбондом номер 17 ну даже под спанбондом с капусту едят и крестоцветная обложка и моль капустная и не знаю наверно слизни выгрызают вот такие большие дырки как-то умудряются все все равно пролезть в эту капусту сейчас обработаю и залой вместе с табаком табазол такой сама сделаю и сквозь сито обычно ну а пылю эти конечно методы помогают только до первого дождя ну хоть сколько то может быть отпугнут а вот этот рядок капусты посмотрите он он просто сожран весь вот там даже несколько капустин просто вырвала его уже обработала ну обработку делала обработку делала от клеща и забыла даже чем но очень биологическим препаратом фито верм вот маленько брызнула и на капусту и смотрю что помогло помогло и серединка идет там хорошенько а то хотела прямо выкинуть и всю эту брокколи и все так что борьба постоянно идет вот сейчас немножко полю подрыхлю капусту был небольшой дождичек такой не сильно не сильно сильный будем говорить и вот немножко конечно легче траву убирать грядки тоже заросли мы там две недели назад как пололи и было все закрыто конечно под спонбонном травки расти хорошо грядки просто ужасном состоянии очередной рабочий день рабочая суббота всей бригады моей покучили картошку на второй раз сейчас для смеха сниму кто окучивает окучивает агроном в кавычках нанятый то я написал что у меня невестка агронома мне написали так вы ее наняли и оказывается вот светлана вы какая обманываете говорить говорите что доходит что одна совсем справляетесь а у вас оказывается наняты агрономы и видите целое поле и один товарищ окучивает картошку ну все ребята не так детей никто не нанимает дети по собственной инициативе приходят мы с мужем тоже просто вышли сейчас с поля я вот для прикола машу одну снимаю она доделывает свою норму в общем вот окучили картошка очень такая нравится нам конечно раскидистая хорошенькая ровненькая условия ей в этом году отличные во время дождичек идет жары у нас товарищей нет такой как москве всего-то и было 4 денечка а три ночи назад было два градуса а позавчера было 3 градуса ночью поэтому ну вот такие вот у нас условия я смотрю девчонок блогеров московских растет все значительно быстрее чем у нас хотя мы сажали примерно в одни и те же сроки я имею до теплолюбивые культуры там огурцы томаты но перцы так что вот теперь на грядках на грядках вот недавно пололи мы с машей все показывали вам но такое ощущение что мы здесь и ничего и не делали всегда у нас в июне трава растет очень быстро поэтому вот приходится полоть полоть и полоть потом с этим будет легче морковка все забьет и травы здесь будет мало только в дорожках ну что морковка у меня смешная в этом году вот там где ню раздернула у меня пакет унесла с собой с морковкой я вроде досаживала но вышел укроп при том так плотненько вышел и хорошо так вырос сейчас мы его собрали этот укроп на заморозку и я вот сюда посадила капусту брокколи и цветную это для потом осени для зимнего замораживания вот успеет она это ранние сорта которые за 90 дней и я вот на эти места вот еще дорву укропчик здесь посажу в общем где будут голые места там посажу вот такая смешная морковка там на конце есть как нормально сажала а здесь вот укроп ну морковку всего разряжала разряжала здесь тоже нормально сюда сажена была морковка такая достаточно крупненькая я вот ее сейчас хорошо разряжала остатки укропа сейчас вытащу и пойдет тоже на переработку выпалываю лук видите сколько травы везде и смотрю у севка попадаются луковины которые идут в стрелку мне это конечно не очень нравится вот такая история видите раз и стрелка и при том ни одна вот не знаю неужели весь пойдет стрелку неизвестно как хранится этот лук мамочки лук маленечко желтят кончики ну это ничего страшного сухо было а так развивается хорошо уже начал там делиться вот лишь бы только не болезни пероноспороз который в том году бушевал ну терпимо терпимо сейчас он оклемается сейчас пролила его хорошо гуматом калия пролила и вот столько травы так что работа есть здесь еще не прополола но сейчас пропалю это тыквы и кабачки и кукуруза смотрите какая кукуруза мощная уже какая толстая или уже идут такие отводки везде ну ее кто-то ест роли слизни я не знаю что сделает дырки вот прям листики обгрызаны особенно молодые которые идут при росте обгрызаны кабачки уже цветут ну кабачков еще нет я даже еще до сих пор укрывала ребята ночи потому что ну два градуса ночью это понятно для кабачков погода вот обрывала тут холостые завязи то есть мужские цветочки вот так вот здесь кабачки и тыквы все нормально развивается кукуруза может вызрит может и нет неизвестно еще что у нас здесь будет ну чеснок вроде только прополола уже опять трава видите тоже кончики желтые от сухости а поливала я здесь не очень часто но ничего он уже закладывает закладывает уже стрелки свои начинает наливать головку и поэтому сейчас зола и гумат калия вот золой все сейчас просыплю прорыхлю буду здесь полоть заодно и прорыхлю чеснок и потом на недельке прорыхлю гуматом калия для того чтобы луковица которая там наливается была крупная здоровая и чистая вот такие у меня работы сейчас в общем у всех полное распределение поспела жимолость можно выйти еще даже не вся на верхних веточках тут уже клюют мои внуки вот на верхних веточках она сладкая дождик у нас прошел сегодня сильный вот та жима с которой я говорила сейчас всю ее срежу но я ее срежу все равно однозначно для того муж когда чистил крышу медным купоросом я вам показывала шифер увидели что очень много гвоздей в шифере они просто вышли и шифер даже вот так вот как бы нажмешь ну ходил ходуном поэтому вот сейчас некоторые операции проводим по вот так вот по новым замене гвоздей в общем не знаю как замене или туда их забиванию этих шиферных гвоздей некоторые листы чтобы не дай бог при всех ураганах ничего не оторвали видите кто на огороде кто на крыше а кто колит дрова вот дрова привезли нам а как без дров без дров никак печка камин баня и парни сейчас колят дрова поэтому у всех своя работа кто полет кто окучивает кто колит кто ремонтирует крышу ну до обеда вот так вот а потом надо все еще это будет вкладывать в поленицы возить в общем у меня работа расписана на долгие долгие недели тема ты что делаешь все работают что делаешь не поняла ракетную станцию я тут думал ты дедушке чего-то помогаешь раскладывать шурупчики а тебе не давал задание в разные кучки шурупчики как ты помогаешь не давал ну говори громко я не слышу нет чем все предели я-то думал ты тут что-то сверлишь прям с аппаратом лежишь сидишь не играешь да ну вот на этой грядке на черном спонбонде как нам там грядка ленивка у меня была названа ну а типа как делать другие блогеры что здесь на этой грядке вот посажены тыквы 3 4 и 3 кавачка а дело обстоят нормально с этими товарищами дальше было 4 томата ну таких бросовых томата не жалких я вот сунул томата как видим растут еще не цветут дальше идет капуста была фальраби цветная что значит не хотел ее сажать но посадила под спонбондом ведь все закрыто было спонбондом съели напрочь бложка крестоцветная съела напрочь именно эту капусту ну и на других грядках она тоже повреждена эти пустые места я ее просто выкинула осталось кое-чего здесь уже смешная кальраби с качанчиком каким-то несчастным вот здесь видите я уже подсадила даже рассаду такую кое-какую в общем вот и все равно как она туда попадает видно что здесь не только бложка но и жрут слизни или кто-то вот так выедает гусениц не видно значит кушают слизни под этим черным материалом наверное им там хорошо они поползают и вот так обгрызают листья потому что не только бложка здесь однозначно слизни работают так что вот такая ситуация сегодня работа в огуречном парнике с огурцами немножко даже затянул этот момент вот все до огурцов как-то руки не доходили у меня теперь вот такая все уже терпеть некогда видите как подросли огурцы что сегодня провожу какие мероприятия вот сегодня будет прополка видите я уже ничего не рыхлю а только все мульчирую и залито здесь достаточно большой слой травы собирается потому что как сказать рыхлить огурцы в таком возрасте нельзя вот вам показываете какая корневая система у них очень поверхностная распространенная корневая система поэтому чтобы не надрывать огурцы этого ненавидят когда надрывают им только закладка травой листвую всем чем хотите но во всяком случае я так делаю ничего не рыхлю никакими тяпочками вот сегодня буду подвязывать огурцы хоть они у меня растут вот в парнике видите получается как будто бы в открытом грунте но до сего момента я еще закрываю пока ботва позволяет еще там до июля месяца можно накрывать а потом они уже пускать свободное плавание и сегодня буду подвязывать вот натянула сетку третья сетка такая fix price продается сетка и там вот разные крючочки сделаны и я вот так за эти крючочки эту сетку натягиваю для того чтобы средний ряд но эти когда уже пускают дополнительные плети они сами цепляются и плети не лежат по земле а стоят таким более-менее домиком раз не лежат на земле меньше гнили происходит лучше проветривание вот такая технология но сейчас вот подвяжу каждый огурчик и вам покажу как это будет смотреться ну заодно капельный полив сейчас включила сейчас здесь все на поливает и проведу подкормку сброшенной травой уж кто кто огурцы кабачки и тыквы вот этот настой достаточно вонючей травы любят как никто если их поливать раз в неделю или раз в 10 дней они конечно растут что называется как на дрожжах именно только от этой подкормки когда начнется плодоношение я немножко там другую формулу подкормки вам расскажу это позже это в июле происходит а сейчас конечно даем азотистые и азотистые подкормки но химические здесь удобрения я не пользуюсь именно на огурцах а вот настой сброшенной травы в обязательном порядке ну и так приступаю к работе попозднее включусь покажу что у меня получилось ну вот подвязала первый ряд здесь полегче здесь один ряд с той стороны сейчас открою пленку и подвяжу те два ряда натянула обыкновенный нитку но можно тросик и к этому к этой нитке вот такие подвязки огурцы сами сейчас начнут формироваться и найдут потом средними своими побегами усами эту сетку и вот так вот столбиками будут стоять видите конечно будет лучше проветриваемость чтобы не было никаких корневых гнилей вот такая история сейчас вторую часть подвяжу и вам покажу но это еще будет не все хочу сказать что вот эти огурцы у меня здесь растут только пчело опыляемые сорта для засолки и маринования портанокарпиков здесь нет ну вот я считаю что самые вкусные соленые огурцы это все-таки из пчело опыляемых сортов тем более всегда парник открыт и пчелам сюда залетать легче чем это было бы в теплице и еще я данные огурцы не формирую вообще никак ничего не прищипываю не отщипываю не ослепляю вот как я например делала зазулю для раннего потребления то есть растут они как как им нравится как им хочется главное полив и подкормки и и все ну вот так подвязала все три ряда огурцов или ряда ряда наверно и вот так вот сейчас огурчики стоят как солдатики посмотрите вот все культурненько теперь ну через несколько денечков ну наверное даже через ближе неделю когда растение начнут отрастать я пройдусь и немножко их под заправляю все-таки чтобы они не налево не направо были и если будут очень длинные боковые побеги некоторые тоже привязываю вот на этом и все вот так видите если макушечка вот так я пройдусь и легко их потом маленько подкручиваю вот такой вот мой метод подвязки может быть кому и пригодится в таких парниках но это еще не все чтобы все-таки они больше стояли как домиком сейчас я вот между этими перекладинами тоже сделаю такие завязки привязки и вот все такое моё ноу-хау вот так между вот этих стоек я привязываю три вида не так ну веревочек вот так вот так и вот так сейчас это не очень понятно но тогда когда огурцы будут расти уже без пленки без укрытия вот эти вот веревки с одной стороны точно также сделаю сейчас с другой стороны будут помогать огурцам стоять знаете таким столбиком не плетьем не свисать кое-как а все-таки это будет такой каскад целый таких а стоячих огурцов вот эти боковушечки все зацепятся все боковые плети зацепятся за эти веревки середина зацепиться все это друг за друга еще и вот огурцы стоят таким четким парничком и все-таки это тоже способствует потом меньшему количеству заболеваний которыми огурцы уже начинают болеть там в августе месяце например потому что ну погода у нас такая холодные очень ночи начнутся и сразу же появляются и корневые стеблевые гнили и так далее поэтому вот эти вот эти нитки вроде думается что тут простые нитки но они способствуют более лучшему роста огурцов сейчас сделал с другой стороны и вот окончательная подвязка будет уже проведена